Здравствуйте! Вы смотрите новости дня в студии Вячеслав Кампе. Корреспондент ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. Спонсор выпуска – клиника «Варикоза нет» Оренбург. Консультация флеболога с УЗИ Вен-НОК всего за 990 рублей. Подробности уточняйте в клинике «Варикоза нет». И вначале коротко некоторые темы выпуска. Учебный центр имени Александра Прохоренко открылся в Пальмире. Сирийские школьники будут изучать русский язык. Мобилизованные оренбуржцы отправляются на боевое слаживание. Среди пришедших в военкоматы есть добровольцы. Труд селян сгорел в огне. В Тюльганском районе полиция расследует уголовное дело о поджоге сена. Местное молоко по доступным ценам. В особоэкономической зоне Оренбуржьи готовится к открытию молочный комбинат. Международный кинофестиваль «Восток-Запад» классика и авангард завершает свою работу. Назван фильм «Победитель». Сильнейший в дзюдо в Оренбурге завершилось первенство Приволжского федерального округа. И начнем с главного сообщения дня. Президент России Владимир Путин ввел военное положение в четырех субъектах. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. С 20 октября. Об этом глава государства заявил на заседании Совета безопасности. В соответствии с распоряжением президента губернаторы получат дополнительные полномочия по обеспечению безопасности в регионах. Путин призвал создать штабы территориальной обороны. Президент также поручил правительству и Министерству обороны оказать все необходимое содействие главам регионов. В Сирийской Пальмирии состоялось открытие образовательного центра имени Героя Российской Федерации Александра Прохоренко. Об этом сообщает Министерство обороны России. Центр изучения русского языка в сирийской школе носит имя уроженца Оренбуржья старшего лейтенанта Александра Прохоренко, который в тылу боевиков координировал авиаудары по террористам в провинции Холмс. Он погиб в марте 2016 года, когда окруженный боевиками, чтобы не попасть в плен, вызвал огонь на себя. Это уже шестой центр в Сирии, где при поддержке российской стороны создается полноценный класс. Во время торжественного открытия ученики школы получили канцелярские принадлежности и письменные наборы. На защиту Родины Изорска проводили очередную группу мобилизованных. На этот раз в учебный центр для боевого слаживания отправили 47 мужчин. По традиции призывников провожали торжественным митингом. Юлия Тюшевская продолжит. Напутственные пожелания от родных, слезы и теплые объятия. До отправки считанные минуты. В этот раз из Изорска уезжают 47 защитников Отечества. Некоторые уже участвовали в боевых действиях, а кто-то отслужил срочную и готов отправиться на передовую. Что испытываете? Страх, чуть-чуть переживая за родителей и все. Гордость за себя, за пацанов, кто со мной уходит, то уже там. А кто-то из друзей уходит вместе с вами? Да, вот товарищи вместе служили, вместе полтора года назад вместе отсюда же уходили, сейчас опять вместе уходим. Чуть переживания, а так все хорошо, как бы идем отдавать долг родине, защищать. Тяжело не только тем, кто уходит. Жить в ожидании родных и любимых – большое испытание. Сдержать эмоции удается не всем провожающим. Тяжело говорить. Ну, удача, наверное. Самое главное, возвращайтесь все, пожалуйста, мы вас ждем. Вернуться живыми, вернуться живыми. Здоровья им много. Самое главное – удачи. Удачи им, удачи. Мы их всех ждем и домой, домой, домой. По традиции мобилизованных провожают торжественным митингом. Наставление звучит от главы Орска Василия Казупицы. Дорогие друзья, вы направляетесь на укрепление и пополнение вооруженных сил, которые выполняют задачи спецоперации на Донбассе. Тяжелая предстоит вам работа. Но вы справитесь. Слушайте командиров, не лезьте на рожон. Берегите друг друга, стойте плечом к плечу. И помните, дома вас ждут. 17 октября проводили мобилизованных из Оренбурга и Тотского района. 14 призывников из областного центра отправились в учебный центр, расположенный в селе Нижняя Павловка. А из Тотского в зону спецоперации проводили 25 жителей. В их числе есть и добровольцы. Юлия Тюшевская, Антон Полянский. Новости дня. Депутаты Законодательного собрания области собрались на очередное заседание. На повестке дня более 40 вопросов. В их числе налоговые льготы для аграриев и медучреждений также утвердили изменения в ряде социальных законов. На заседании Законодательного собрания Оренбургской области депутаты снизили налоговую нагрузку на медицинские организации и предприятия агропромышленного комплекса. Уже с 1 января 2023 года нововведение коснется двух областных больниц – инфекционной и детской. На пять лет их освободят от налога на имущество. Преференции предусмотрены и для других учреждений здравоохранения. Это позволяет снизить налоговое бремя на государственные учреждения здравоохранения. В частности, нулевая ставка будет примена к имуществу детской железной дороги. Много нового ждет аграриев. На пять лет сельхозтоваропроизводителям снизят налог на имущество до 70%. Правда, эти послабления коснутся лишь сферы растениеводства и животноводства. Также депутаты расширили перечень потенциальных получателей инвестиционного налогового вычета. Он дает возможность исчислять налог на прибыль по пониженной ставке – 5%. На заседании Законодательного собрания Оренбургской области решено упростить процесс сохранения памяти о героях. Наш закон, и поэтому будем работать по нему. У нас есть возможность, как он ляжет на землю, что называется, и при необходимости мы всегда можем вносить в него изменения. Закон касается установки мемориальных досок, памятников, внесения имен погибших в книгу памяти, создания музеев, присвоения улицам и площадям имен погибших оренбуржцев. Источником финансирования всех этих мероприятий станет областной бюджет. Сегодня мы уже имеем новых героев России, поэтому все это требует специальных решений власти, для того, чтобы это было решено системно и правильно. Поэтому мы вышли с инициативой принятия этого закона, он необходим, и в соответствии с ним мы будем предпринимать целый ряд мер, в том числе об уникновении памяти погибших ребят в специальной военной операции на существующих мемориалах. На заседании парламента рассмотрено более 40 вопросов. Изменения внесли в законодательные акты, касающиеся избирательного процесса для тех, кто работает вахтовым методом. Также рассмотрен закон о перераспределении полномочий в сфере рекламы и торговой деятельности. В первом чтении принят закон, который установил дополнительные требования к содержанию домашних животных. Изменения внесли в закон о наградах. Высшей региональной наградой стало звание «Почетный гражданин Оренбургской области». Евгений Топорова, Владимир Жидов. Повестка заседания парламентариев насыщена на темы. Отдельное внимание вопросам сельского хозяйства и налоговым поступлением в бюджет. Подробнее из колонного зала Дома Советов мои коллеги Наталья Мороз и Игорь Бероев. В центре внимания аграрный сектор. Комитет Законодательного собрания области вносит изменения в региональный закон о регулировании и обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Теперь земледельцев обязались следить за почвой. Предусмотрена ответственность арендаторов. Упрощена процедура изъятия земель, если она использовалась не по назначению. В случае неисполнения обязанностей договор с ними будет расторгнут. На данный момент это очень важная проблема, потому что плодородие снижается. Некоторые аграрии за это борются, некоторые нет. И мы вводим нормы права, так называемые маркеры, по которым можно будет судить о качественном плодородии почвы и собственнику земельного участка. Будет возможно расторгать договор аренды, если эти правила не выполняются. Поправки приняты большинством депутатов. Заслушивают парламентарии доклад о работе налоговой службы Оренбургской области. Руководитель ведомства Кирилл Князев говорит о поступлениях в областной и местные бюджеты. Сумма приближается к 100 миллиардам рублей. Основную долю занимает налог на добычу полезных ископаемых. Отсюда и лидирующая отрасль, если оценивать ее с точки зрения поступлений, этой отраслью является нефтегазовый сектор. Второе место занимает обрабатывающее производство. На третьем месте находится торговля. Основной доклад длится порядка часа. После, по традиции, слово берут руководители фракции. Первыми высказываются коммунисты. У нас таких вопросов, которые мы задали, мы получили исчерпывающий ответ. И более того, мы получили уточнение после того, как на комитете дополнительно попросили уточнить некоторую информацию. Поэтому я хочу поблагодарить руководителя налоговой инспекции за то, что дали нормальную картину того, что происходит с нашими финансами в данный момент. Руководитель фракции ОДПР в Законодательном собрании области Максим Щепинов акцентирует внимание на взаимодействии в Министерстве финансов и налоговой службы, чтобы была возможность более точного прогнозирования бюджета. Обратил внимание, вот посмотрите, действительно, 2021 год у нас величина по доходной части бюджета плюс 27 миллиардов к прогнозу. То есть бюджет должен был быть дефицитный, в итоге он был с профицитом в 11 миллиардов рублей. Точно такая же история сейчас мы видим на 2022 год. А это, извините меня, коллеги, дополнительные детсады, школы, садики, больницы и так далее и тому подобное. Вот на чем хотелось бы заострить внимание на вот таком большом дисбалансе, который у нас происходит в поступлениях в бюджет. И мы считаем, что наша область достаточно богатая и самодостаточная, чтобы не складывать все яйца в одну кордину и не молиться нашему нефтегазовому богу каждый год, а реально развивать другие сектора экономики, несырьевые, и быть более независимы от экспорта нефти и газа. Сложность экономической обстановки в стране замечают представители двух оставшихся фракций. Задача налоговых органов – как никогда контролировать ситуацию, не снижать качество налогового администрирования и активизировать работу по легализации налоговой базы. Это главное, что должно быть в работе налоговых органов в следующем году. Жарких споров не получилось. На удивление представители всех фракций были единогласны в решении. Доклад о работе налоговой службы Оренбуржья принят. Наталья Мороз, Игорь Бероев, Новости дня. Весь труд уничтожен. Полиция и МЧС расследуют причины пожара в селе Нововасильевка Тюльганского района, в результате которого сгорела заготовленная сена на сумму порядка 7 миллионов рублей. На место происшествия выехали мои коллеги Диана Кузимбаева и Алексей Назин. Узнали ночь, позвонили мне, в соседнем колхозе был, сразу приехал. Ну, тут уже все полыхало, я расстроился. Ночь с 24 на 25 сентября. Андрей Караулов вспоминает с тяжелым сердцем. Тогда все работы его предприятия за лето были уничтожены. На протяжении двух месяцев в жаркую погоду селяне заготавливали корма, соблюдали все требования пожарной безопасности. Но избежать убытков не удалось. Все, пахали, дороги мы все как бы загорнули, чтобы подъездов не было. Ну, сюда машины не могли подъехать. Вот. Поэтому явно это спланированный поджог, потому что все пешочком прошли. Случайности здесь не могло быть. Все, что удалось сохранить – небольшой сток сена. По самым скромным подсчетам, убытки составили порядка 7 миллионов рублей. На эти деньги были большие планы – развивать растеневодство. Этот год выдался урожайным для всех. Сложно представить, что здесь было 15 тысяч центнеров сена. Но все они уничтожены огнем всего за несколько часов. База закрыта. По словам очевидцев, весь склад заготовленных кормов вспыхнул разом. И что-то спасти уже было невозможно. Тем не менее, на место прибыли пожарные. Помогали тушить и добровольцы. Пожарные оставались на месте до утра, осуществляя поиск скрытых очагов, проливку и дотушивание. Тем самым была предотвращена возможность повторного возгорания. В данный момент проводится экспертиза для установления причин пожара. Среди наиболее вероятных версий – это поджог и неосторожное обращение с огнем. Собственник сразу же написал заявление в полицию. У него сомнений в том, что это поджог не оставалось. На запрос редакции в региональном управлении МВД сообщают, что по результатам экспертизы возбуждено уголовное дело по статье умышленного уничтожения или повреждения имущества. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до двух лет. Догадки о том, кто уничтожил корма, у Андрея есть. Но чтобы не помешать следственному процессу, имен не называет. Он продолжает надеяться, что виновные будут наказаны, а ущерб будет возмещен. Диана Кузимбаева, Алексей Назин. Новости дня. Сейчас прервемся. Во второй части выпуска вы увидите. Местное молоко по доступным ценам. В особой экономической зоне Оренбуржья готовится к открытию молочный комбинат. Международный кинофестиваль «Восток-Запад. Классика и авангард» завершает свою работу. Назван фильм «Победитель». Сильнейший в дзюдо. В Оренбурге завершилось первенство Приволжского федерального округа. В особой экономической зоне Оренбуржья готовят к открытию Красногорский молочный комбинат. Какие работы будут завершающими и чего ждать потребителям, узнал Александр Криволапов. Еще год назад здесь на улице Тихо было чистое поле, огороженное колышками. За год Красногорский молококомбинат построил современное здание предприятия. Площадью 6000 квадратных метров подвозится и монтируется оборудование. До конца года планируется запустить производство. У оренбуржцев появится возможность отведать местную молочную продукцию. За 12-часовую смену Красногорский молококомбинат будет перерабатывать по 100 тонн молока и выпускать 13 видов молочной продукции. Пастеризованный молокотворок, кисломолочную продукцию и даже свою собственную фирменную новинку – мягкий сыр рикотта. В строительство молокоперерабатывающего комбината вложены большие средства, но и надежды на предприятие немалые. Бюджет проекта составляет более миллиарда рублей. Здесь присутствуют деньги и собственные, и кредитные средства. Окупаемость нашего проекта порядка 8 лет, а выход на производственную мощность от 3 до 5 лет. Красногорский молококомбинат внесет большой вклад в развитие экономики региона, поможет с переработкой сырья, считают в областном правительстве. Задача по переработке одна из главных для нас, как в производстве ужиноводческой, так и растеневодческой продукции. Что касается малозакозавода, летом Оренбургская область производит порядка более 500 тонн молока в сутки. Вот сейчас уже осенние месяцы это более 450 тонн, и, конечно же, нам необходимо сырье перерабатывать. Предприятие даст 90 новых рабочих мест на производстве, еще столько же в собственных фирменных магазинах. Молочная продукция красногорцев будет доступна и в крупных торговых сетях. На предприятии обещают держать доступную ценовую политику. Все предпосылки к этому есть. Львиная доля себестоимости самой продукции складывается из себестоимости молока. Крепкая сырьевая база СПК Красногорский гарантирует нашему потребителю, что продукции не будет высокой ценой. Высокотехнологичное оборудование, которое закуплено, итальянское, оно подобрано с таким расчетом, чтобы техническое обслуживание его было достаточно дешевым. На предприятии обещают регулярные экскурсии для школьников. Для этих целей построена специальная галерея, с которой можно увидеть весь производственный процесс, а позже продегустировать уже готовую продукцию, включая фирменное мороженое. Особая экономическая зона, где строится Красногорский молокоперерабатывающий комбинат, привлекательная налоговыми льготами, уже подведенными коммуникациями и транспортной логистикой. О своем желании стать резидентами уже заявили около десятка предприятий. Александр Криволапов, Андрей Булатов, Семен Воробьев. Новости дня. В Нежинском лесничестве вырастут новые деревья. Молодые саженцы высадили на площади в 3 гектара. В акции «Сохраним лес» нацпроекта «Экология» приняли участие порядка полутора сотен оренбуржцев. Наша съемочная группа не осталась в стороне. Все подробности у Елены Ереминой и Георгия Бурлуцкого. 13,5 тысяч сейденцев ясеня высаживают на этом участке. Присловать специалистам должно прижиться 80%. И уже практически через 7 лет можно будет сказать, что здесь появился лес. Один из тех, кто решил помочь сохранить лес – Суранштиян. Молодой человек уверен, для степной столицы это очень важно. На такое дело сил и времени не жалко. Мой друг мне сказал, что такая акция будет проводиться. Он живет в этом поселке недалеко и попросил им помочь. Для нашего края лишнего не станут, и поэтому для меня 2-3 часа потратить на это абсолютно несложно. Неженское участковое лесничество – только одно из мест, где проводят такую работу по сохранению леса в Оренбуржье. И определено оно не случайно. У нас есть много мест, где мы высаживаем деревья на территории субъектов. Ежегодно мы высаживаем порядка тысячи гектар. Но вот выбрали это место, потому что оно недалеко от города, потому что сюда активно могут приехать все желающие граждане. Деревья выбирали тоже по особым критериям. В первую очередь обращали внимание на местность и то, что хорошо здесь приживается. Выбирается порода сегодня. Хводники и лиственные в основном. Крен идет на лиственные породы. Смотрится, что здесь произрастает, какой коренной тип леса. Поэтому сажаем для того, чтобы лес был. Не присоединиться к акции «Сохраним лес» невозможно. Мы надеемся, что и наше дерево приживется. Посадить дерево, значит, отправить привет в будущее. Свой привет посылаем и мы. В этом году в Оренбургской области уже высажены почти 500 гектаров леса. Еще более 200 гектаров высаживаются этой осенью. Всего же в рамках НЭС-проекта в Оренбурге 2022-м появится 900 гектаров нового леса. Лена Еремовна, Георгий Бурлузский. Новости дня. В Оренбурге завершает свою работу 15-й международный кинофестиваль «Восток-Запад. Классика и Авангард». За неделю на суд жюри и оренбургского зрителя представлены десятки фильмов. Сремония вручения золотых сарматских львов состоялась в Оренбургском драмтеатре. В конкурсных программах международного и российского кино и короткометражных фильмов названы победители в самых разных номинациях. Екатерина Якобсен узнала их имена первой. Совсем скоро уже объявят имена победителей фестиваля «Восток-Запад. Классика и Авангард». Режиссеры, актеры и даже зрители – все они замерли в ожидании, кто же получит долгожданные статуэтки сарматских львов. В холле драматического театра десятки людей. Кто сегодня будет признан лучшим, не знает никто, но у каждого есть свои фавориты. Я всегда уже на протяжении нескольких лет уделяю значительное внимание короткому метру. Мне удалось посмотреть около десяти работ. Я вам хочу сказать, что даже не фаворитов, а может быть симпатий вот так вот моих вызвали сразу несколько картин. И Любушка, и Гуголь-Моголь, и Вижу это и кажется навсегда. Считанные минуты перед тем, как будут названы имена победителей кинофестиваля. Кто-то оживленно делится мнениями, другие в напряжении ждут результата. На сцене сверкающий в свете софитов призестал с наградами. Открывает церемонию ведущий, актер Михаил Полицимака. Я вас приветствую на завершающем вечере юбилейного киномарафона «Восток-Запад. Классика и Авангард». На сцену поднимаются члены жюри и оглашают результаты. Среди 22 работ, представленных в коротком метре, лучшей признана картина «Алена Олейник. Кажется навсегда». Это история о невинной любви современных подростках и их проблемах. Кроме того, жюри выделило еще три работы. Их режиссерам были вручены спецпризы. В российском конкурсе «Сплетенные параллели» лучшим также было названо кино про любовь. Картина Татьяны Колгановой «Синдром отложенного счастья». Фильм отметили еще двумя наградами. Именно в нем сыграли лучший актер и актриса фестиваля – Алексей Шевченков и Ирина Бегова. А в международном конкурсе победил фильм «Заговор в Каире» режиссера Тарика Салиха. Сюжет картины запутан в центре повествования «Политические интриги». Эта картина была отмечена на Каннском фестивале за лучший сценарий. В этом году у фестиваля «Восток-Запад. Классика и авангард» целей несколько – не только наградить лучших среди лучших, но и помочь тем, кому сейчас необходима поддержка. Более 1 миллиона 200 тысяч рублей – это те средства, которые собрались кинопоказов, будут направлены в фонд помощи «Защитник» и потрачены на нужды мобилизованных оренбуржцев. Екатерина Яковсен, Игорь Бероев, Новости дня. О спорте. В Оренбурге прошло первенство Приволжского федерального округа по дзюдо. За звание сильнейших боролись более двух сотен участников в возрасте до 21 года. Для соревнований предоставлена наша главная спортивная арена СКК Оренбуржья, в зале которой уложен десяток татами. Состязание начали 238 самых перспективных юниоров и юниорок из всех регионов округа. Уже не первый раз Оренбургской области доверена организация крупного дзюдоистского форума. У нас традиционно проходят детский турнир Евразия, школьная лига дзюдо, до недавних пор даже Кубок Европы. Это подтверждение того, что мы действительно можем проводить соревнования такого уровня. И второй момент – это то, что у нас большое количество занимающихся. То есть именно дзюдо – это базовый вид спорта для Оренбургской области. Это тоже очень показательно. Соответственно, наши участники могут усиливать турниры такого уровня. Действительно, в таком сильном округе, как Приволжский, оренбуржцы достойно конкурируют с другими фаворитами – Татарстаном, Самарской областью. Наши дзюдоисты проходили горнило окружного турнира, чтобы затем побеждать на чемпионате России и Европы. Сейчас среди участников есть и те, кто, несмотря на юниорский возраст, обеспечил себе участие уже во взрослом чемпионате страны, является кандидатом в национальную сборную. В первую очередь у нас это Страилова, Надежда, весовой категории 78 килограмм. Наверное, надо отметить Санфирова, Вадима, это 90 килограмм. В тяжелом весе молодой, перспективный Литягин Матвей. И в 60-66 килограмм. То есть там целый ряд спортсменов, которые здесь у нас матки, то есть они считаются лидерами. Все из отмеченных подтвердили свой высокий уровень. Санфиров с Литягином завоевали золото, Страилова – серебро. Девушки вообще выступили качественно. Четыре участницы – две медали. Помимо Страиловой бронзу взяла Арчанка и Туганова. А юниоры добавили еще два вторых и четыре третьих места. Победители же гарантировали себе поездку в Красноярск на российский финал. Анатолий Юдинич, Игорь Бероев, Новости дня. А теперь информация для тех, кто задумывается о приобретении жилья. Застройщик УПСК «Жилстрой» представляет Жилой комплекс «Дубки» Это уникальное место. Современный, комфортный жилой комплекс «Дубки» В центре города, рядом с лесом. Экологически чистый район. Квартиры с предчистовой отделкой от студии до трехкомнатной. В микрорайоне есть детский сад, строится школа. Вся городская инфраструктура в шаговой доступности. Квартиры можно приобрести как за наличный расчет, так и с помощью ипотеки. С применением материнского капитала, сертификатов и военной ипотеки. Жилой комплекс «Дубки». Комфортное жилье по доступным ценам. Все подробности в отделах продаж УПСК «Жилстрой». На этом все. Напоминаю еще больше информации на нашем сайте орттв.ру. Присоединяйтесь и к группам телеканала в социальных сетях. Теперь и вы соавторы наших новостей. Если вы стали очевидцем какого-то события или столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, присылайте видео, фото и сообщения в мессенджеры ОРТ. Прямо сейчас номер на вашем экране. 8-987-852-6011. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Клиника варикоза нет. Почему варикоз нужно лечить сразу? Вопрос на самом деле интересный, почему варикоз нужно лечить сразу и нужно ли его лечить сразу. Но я всегда честно отвечаю пациентам, которые спрашивают, ну сколько я еще могу проходить с такими венами. Вы совершенно честно можете всю жизнь ходить и не знать никаких проблем с этими венами. А можете выйти из моего кабинета, встать вот там на крыльце и получить тромбоз. Поэтому никто никаких гарантий вам не даст. Сам факт того, что вы знаете, что у вас есть варикозная болезнь, проще излечиться и забыть об этом вопросе в целом. Консультация флеболога с УЗИ ВЕН НОК всего за 990 рублей. 486-487.